А теперь схватка за первое место Все, которые есть в жизни Дух захватывает Действительно от этой красоты Бросков, красоты Эмоций, это действительно красиво Прям ломая ему ногу, она хрустит Чувствую, она хрустит нога У меня еще такое удивление Смотрит на меня и не сдается Когда спортсмен на протяжении многих лет подтверждает свою силу Своё мастерство Вот это и есть уже высший пилотаж Сам в этой жизни Победу одержал Сергей Лоповок А ведь такое объявление мы могли услышать Не после очередной схватки на ковре А, например, по итогам музыкального конкурса Наслова в городе музыкальная школа И я занимался по классу баяна Ну, я параллельно ходил и в секцию самбо И класс баян Мне нравилось тоже Но когда были какие-то экзамены По сальфеджио, по специальности По классу баяна У меня всегда мысли были Думаю, блин, я бы лучше на соревнованиях поборолся Чем сдавал экзамены по музыке К слову, к спорту родители Сергей начали приобщать с самого раннего детства И самбо в его жизни появилось В известной степени неожиданно Ведь начиналось всё С секции бокса Мама мне связала новые перчатки Папа привёл вот в эту секцию Зимой, помню, пришёл В новых перчатках, в шапочке Как красиво там пришёл Тренер у меня поставил там какие-то упражнения делать И я прихожу после тренировки Смотрю, у меня перчаток нету Новых перчаток нету, которые мне мама связала Я пришёл заплаканный домой Говорю, мам, вот я сходил на секцию бокса У меня там перчатки украли Мама говорит Всё, больше сюда ходить не будешь Вот есть у нас школа самбо Серьёзная школа самбо Здесь вот в ПТУ занимаются Они где-то непонятно где В каком-то зале маленьком Давай будешь сходить вот в этот большой зал В секцию самбо Вот так украденные детские перчатки Определили судьбу будущего Шестикратного чемпиона мира Сергея Лоповка Впрочем, первые же тренировки на ковре Едва не оказались последними Первая или вторая тренировка Я делаю плечо со стойки Мне показали, как подворачиваться Как бросать И мальчик ну такого же возраста И я его подвернулся, бросил очень сильно И он как бы ударился рукой Очень неаккуратно И мне так стало нехорошо Так по себе, что я там нанёс Какое-то повреждение Очень переживал, наверное, неделю целую Что вот как он там выздоровеет Не выздоровеет этот мальчик Самбо – спорт не для слабонервных И не для слабохарактерных Впереди будет ещё много потрясений и боли Помню на одних соревнованиях в Калининграде Вытащили руку, там сделали болевой Но я с болевого с этого встал Потом сходил к врачу Потом пришёл опять на схватку Доборолся, выиграл её Потом подхожу к Саше Дунаеву Говорю, слушай, а где я нахожусь-то? И у меня память отключилась И я даже без памяти доборолся как-то И не помню, как доборолся Пришли первые победы Но наступил момент, когда совмещать учёбу и ежедневные тренировки Стало тяжело Сергей пропал на полгода Вмешались мама и тренер Мама была очень такая жёсткая, волевая Видит, что я не хожу на тренировки Она меня прямо в приказном порядке заставила Прям пинками меня туда отправила На тренировки, чтобы я походил Когда я пришёл опять в секцию самбо У меня состоялся очень, как бы, такой внушительный, долгий разговор С моим первым тренером С Пановым Владимиром Селовичем И он меня в то время убедил У тебя получается бороться Ты должен дальше тренироваться, а дальше посмотрим Тренер Владимир Панов, которого с благодарностью вспоминает Сергей Оказался не просто человеком, который ставит технику боя Но настоящим воспитателем, учителем и наставником Чего стоит одна только история с поездкой на всероссийские соревнования в Ленинград Я прихожу в техникум, меня учительница не выпускает Мне нужно там курсовую сдать Пять-шесть листов курсовой там надо начертить Я прихожу к тренеру Говорю, Ланселович, меня вот не отпускают Мне нужно вот начертить вот курсовую Он говорит, ну я тоже, говорит, раньше занимался черчением Давай приноси сюда Мы с тобой сегодня все сделаем Ну и короче, я прихожу с этим Томасом в кабинет И мы с ним до 4 утра До 4 утра Я не помню, что чертили, но Чертили Я сдал эту курсовую и вечером уже мы поехали На вокзал И на эти соревнования Ну, кстати, на этих соревнованиях я выступил успешно Я там выполнил норматив мастера спорта Советского Союза тогда В 86-м году тренер меня поздравляет Говорит, ну вот видишь, Серега, не зря мы с тобой До 4 утра тут сидели Разрешите мне открыть чемпионат мира по самбо в Кстово Нижний Новгород, Россия Поворотным в судьбе Сергея стал 93-й Именно в этом году мировое первенство по самбо Должно было пройти в родном Кстово Но сначала был чемпионат России Победитель которого получал путевку на чемпионат мира Решающая схватка Сергей Лоповок, Евгений Посадсков Судьи называют победителем Посадского И вот в тот момент Михаил Геннадьевич Бурдиков говорит Ну, как так? Схватку должен был выиграть Лоповок Потому что он был активнее А отдали победу другому спортсмену Он поехал в Москву Там, к Тихомирму Вот, собрали комиссию Решили сделать, чтобы Спортсмены переборолись На следующий день Бурдиков пишет Сергею План подготовки к чемпионату мира Нет-нет, не к повторному поединку с Посадсковым Настолько он уверен в победе своего воспитанника Сразу к чемпионату мира Он мне это написал Контролировал меня каждую неделю У меня все до сих пор сохранились Вот эти все записи Михаила Геннадьевича Где он пишет, что мне надо делать Как тренироваться Поединок за право выступать на чемпионате мира Назначен за две недели До начала мирового первенства Посадсков приезжает в Кстово И не выходит на ковер И в итоге он взял и уехал Не стал бороться Просто не стал бороться Я не знаю, причины какие Просто, может, он почувствовал, что он не готов А я был очень настроен, заряжен и готов И вот в чемпионат мира 93 В то время вот здесь вот этот зал Здесь проходили соревнования Просто был битком набит людьми Ставчане пришли Ну, наверное, по меркам Зал не такой большой, как дворцы спорта сегодня Но я думаю, что здесь под тысячи две Это было точно Просто гул эмоций Это действительно люди болели Они впервые у себя дома увидели чемпионат мира Я помню, даже на схватку ты пробирался вот так вот Между трибунами Чтобы вот на ковер пройти Зашел в зал, зал кипит Кипит, гудит И все Такое столпотворение и такой подъем был Что это незабываемая и удивительная атмосфера Самым тяжелым на том чемпионате оказался полуфинал с монгольским борцом В плане в том, что монголы, они такие очень тоже выносливые, терпеливые Вот я где-то в средней схватке прихватил его там на болевой, на ахилловое сухожилие И прям ломаю ему ногу Она хрустит, прям чувствую, она хрустит нога прямо Он так смотрит на меня и не сдается Думаю, ну как он не сдался, не понимаю Вот он встал, ну кое-как он доборолся эту схватку В итоге потом с хромой ногой он там утешался, там за третье место боролся И проиграл там, помню, белорусу Финальный поединок против литовца Гушаускаса Сергей завершает досрочно Чувствую, ну здоровье, прям вагон Я сейчас его тут как танком пройду, настрой был такой боевой Вышел сразу же на первой минуте, сделал бросок Потом на второй минуте тоже начал атаковать, атаковать И он подвернулся, помню, подвернулся у него Я его немножко присадил в партере И он еще спину сильнее травмировал Он пришел ко врачу, где-то, наверное, минуту у врача замораживал свою спину Потом вышел опять на схватку Потом я его еще один-два раза, помню, дернул И говорит, все, я больше продолжать встречу не могу И там буквально мы 2,5-3 минуты отборолись И вот я выиграл этот чемпионат мира Сергей вышел на тот уровень, теперь он проигрывать не будет никому Раньше было такое еще Физически готов, технически готов, а морально не готов А сейчас он всяко готов, и морально, и физически, и технически Ну и на самом деле я потом 3 года вообще никому не проиграл Потом будет еще 5 побед на чемпионатах мира Все чемпионаты я помню, все схватки помню Особенно финальная встреча И я вышел, сделал свой фирменный бросок, там стригу ног Потом перешел на болевой, на канарейку И с канарейкой у меня не получилось Я прихватил дальнюю ногу и отломил, помню, ему ахиллес Он сразу сдался Буквально схватка длилась там полтора минуты Была схватка равная, 1-1 у нас был счет И на последних секундах я буквально там вырвал у него победу Сделал бросок, он пошел мне на бросок через бедро Я его сконтрил, посадил на таз И выиграл схватку 2-1 В Галининград в 1998 году И в году я опять с Иваном Гамхиташвили боролся в финале Опять выиграл очень тяжело Буквально на последних секундах тоже В 2000 году я боролся с Миралиевым, призером Олимпийских игр по дзюдо в финале Тоже выиграл тяжеловато, тоже по предупреждению Ну и когда вот я пятый раз выиграл, так тяжеловато Все, говорю, Михаил Геннадьевич, я, наверное, больше бороться не буду, наверное, хватит уже Уже, наверное, хватит Он говорит, да ладно, что ты выиграешь шестое, седьмое, там, восьмое раз И действительно, золотая медаль Киева оказалась не последней Но путь к шестой победе на чемпионате мира оказался очень непростым В последующие три года Лоповок не проходит отбор на мировое первенство Титул чемпиона Европы в 2001 в Болгарии не то, к чему он стремился Думаю, ну что делать, а мне уже года-то уже, 2003, 34 года 2004 год, думаю, ну, последний раз, думаю, поборюсь В 2004, а Сергею было уже 35, он выигрывает чемпионат России в Перми И получает заветную путевку на чемпионат мира И вдруг очередное препятствие на пути Попал буквально там за полтора месяца до чемпионата мира в больницу Десять дней у меня там температура держалась, пневмония И вопрос стоял вообще, ехать мне или не ехать на этот чемпионат Потому что я, ну, не готов был За время двухнедельных сборов Сергей подтянул физику Но до своей привычной формы не дотягивал кардинально И каждую схватку мне давалось очень тяжело На три минуты хватало вносливости, а потом я боролся уже как бы на зубах Буквально я бы выкнулся на второй минуте на колено Сел, начал тащить болевой на колено И у меня такие мысли Думаю, если я сейчас не сделаю, я просто встану и ничего сделать не смогу Я умру просто, и все Ну, хорошо, что он сдался Вот, если бы он не сдался Если бы я встал, я бы просто, ну, не смог дальше бороться Выиграл, руку подняли И я думал, ну, ну, наконец-то все закончилось Огромное трудолюбие привело его к вершинам Я бы на первое место поставил трудолюбие Плюс, конечно, талант Талант без трудолюбия Он может, парень, блеснуть один раз На небослоне Один, ну, два раза выиграл, и все А когда человек, спортсмен на протяжении многих лет Подтверждает свою силу, свое мастерство Вот это и есть уже высший пилотаж Очень много с ним работал его личный тренер Панов Владимир Всеволодович Но и я здесь, как бы, не могу промолчать Что очень много вложил у него Михаил Геннадьевич Бурдиков Да все получилось совмещение Получилось все совмещение Плюс его желания, умноженные на наш тренерский труд С его коллектива Спорт и самбо – это моя жизнь С 9 лет Мне уже сейчас 52 года Я ни дня, ни такого не бывало, чтобы я не думал А самбо Самбо научило жить Научило бороться Преодолевать трудности все, которые есть в жизни Вот Самбо – это жизнь В финальной встрече борцов весовой категории 90 килограммов Победил Сергей Лаповов, Россия Победил Сергей Лапов, Россия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова